В Орловской области после атаки ВПЛА повреждены объекты энергетической инфраструктуры, и ВПЛА атаковали в Краснодарском крае, поселок Афибский. Ну, в общем, все продолжается рок-н-ролл, все идет по плану у Путина. Вот пишут, что до первого числа, ну, это все путинские СМИ, октября месяца будет создан единый мужской реестр для мужчин по заказу Министерства обороны. Даже школьников туда будут вносить после достижения 16-летнего возраста. Я думаю, что не 16-летнюю, а 14-летнюю, чтобы никого не упустить. Конечно, то есть им нужно пополнение рабов, тех, которые пойдут воевать за просто так, за дядю, за Путина. ТУВА создают единый координационный центр для помощи героям СВО. Знаете, что такое единый координационный центр для помощи героям СВО? Это громоотвод. Ну, чтобы не обращались ни в социальную защиту, ни в Министерство обороны, ни в военкомат. Вот, идите в координационный центр. Там наберут кивалок, попок, которым будут платить зарплату, просто чтобы они на себя брали негатив. Весь этот и все. То есть там каких-то солдат разыскивать пропавших в бизнесе. А где нас? Вот после 40 тысяч пропавших Министерство обороны уже никого не ищет. Где там наш сын, брат и так далее? Ну, вон, есть координационный центр, обращайтесь туда. Пять баллов. В Ростовской области суд апелляционный отклонил жалобу 72-летней пенсионерке Евгении Майбороды по экстремизму там и по фейкам и по прочим делам завели дело уголовное. Дали ей пять лет, ей 72 года. И апелляционный суд оставил в силе. Представляете, такое решение. Что я могу сказать? Ну, накол всех этих судей. Им самое место наколу. Они вот, я не знаю, как-то странно они живут. Они думают, как сегодня Валя Матвиенко залупила. Я просто очень смеялся, что после СВО, после СВО, виновники, да, там, должны понести наказание и пойти в трибунал. Конечно, Валя, в самые первые пойдешь вместе с Путиным. И мы накол вас посадим, безусловно. Ну, представляете, она вот на полном серьезе думает, что это она кого-то будет судить. Вот эта Валя Матвиенко, такие они смешные. Вот эти судьи такие смешные. Ну, я вот что могу посоветовать всяким там судьям из России? Вот такое дело у вас есть. Берите больничный, увольняйте, сделайте все, что хотите. Просто вы понимаете, что, ну, вот есть какие-то люди, которые, может быть, совершили более тяжкие преступления. Но они не такие значительные, потому что это личное дело каждого спортсмена, как говорится, да. А здесь вы исполняли волю преступного государства, фашистского. Так что с вами делать? Что же вы думаете, с вами кто-то будет там миндальничать, что ли? Да нет, накол посадим, да и все. А мужчина поджег себя у военкомата в Санкт-Петербурге, получил 80% ожогов. 24-летний красноярец. Что я могу сказать? Вот пишут, что он хореограф, художник по имени Руслан. И причину самосожжения пишут неизвестно. Ну, как неизвестно? То есть, вот этот Руслан, он дошел до края. То есть, он не увидел выхода. Это же главное. То есть, он подумал, что все, вот это конец. Да, то есть, путинский режим, война. Если бы он нашел себя среди партизан и поджег бы не себя, к примеру, да, ну, а там что угодно, газопровод, например, нефтепровод, ну, да хотя бы даже пилорам, то у него было бы совсем другое настроение. Он бы в другой перешел, как любят люди, которые изучают воздействие энергии, говорить, в другой эгрегор. То есть, он бы стал партизаном, он стал бы противником режима и не переживал бы все, что происходит негативного, не проносил бы это через себя. Потому что, чем хуже, тем лучше. Мы воюем с Путиным. Для нас, чем хуже, тем лучше. Поэтому, те люди, у которых суицидные мысли, оставьте эти суицидные мысли до победы. А пусть победы они к вам и не придут. Лучше давайте с нами. Вот чем этот человек рисковал, если он и так себя сжег? Ну, что могло бы быть хуже? Нина Савельевна, 10 лет назад в Одессе заживо сожгли 46 русских людей. А они что там делали в Одессе эти 46 русских людей? Посмотрите видео. Тогда, именно 2-го числа, мая месяца, многие от меня отписались. Потому что тогда я уже заявил о том, что то, что они там делали, абсолютно непозволительно. Это была провокация, направленная на уничтожение украинцев. В результате они проиграли. И теперь машут крыльями. А как же так? Ну, проиграли, нас уничтожили. Смотрите видео, как там придурок, который приехал откуда-то там из Сибири, рассказывает о том, как он будет убивать украинцев. Это накануне сделано, 1 мая. А 2-го его уже хлопнули. Так что сейчас, вот в этих условиях, когда Путин напал на Украину, убивает там людей, вообще про это лучше не вспоминайте. Поверьте. Дядя Слава, вы считаете ЗСУ соратниками? Мы движемся в одном и том же направлении. У нас общий враг. А насчет соратников я не знаю. У них все-таки есть определенное командование, которое, я не знаю, какие команды им дальше будут раздавать. Вы же понимаете? На сегодняшний день мы союзники, достаточно крепкие союзники. Это 100%. Слава, окопные орки посмотрели эфир, где мы обсуждали дробовики, как эффективное антидронное оружие. Вышел слезливый ролик, где они требуют присылать помпачи на фронт. Ну, помпачи ничего не решат. Это должны быть автоматические ружья. С помповика как? Ну, ты шарахнул, а он на тебя спикировал. Ты не успеешь даже передернуть. То есть, это должна быть 12-го калибра сайга. Ну, вы знаете, я ничего нового не сказал. Это же было еще в Первую мировую применяли. Ружья в окопах – это необходимая вещь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...